здравствуйте дорогие зрители сегодня мы приготовим пирог с маковой начинкой из добного дрожжевого теста рецепт этого теста я давала своем видео на которое вам дам ссылку на случай если кто-то этого видео не видел я беру готовую маковую начинку вот она перед вами если там где вы живете такая начинка не продается то ее можно приготовить самим приготовление маковой начинки я показывала своем видео о сладких пирожках у шаха мана дам на это видео ссылку чтобы вы могли увидеть как готовят маковую начинку на случай если вы не знаете как ее готовят кроме того вы можете приготовить этот пирог не с маковой начинкой а намазать например шоколадную пасту или с какой-то другой на сладкой начинкой итак перед вами сдобное дрожжевое тесто которое приготовила по рецепту дуду от мозги на она 24 часа отдыхала холодильнике и готова к употреблению и сейчас мне нужно его раскатать прямоугольник 30 на 40 сантиметров вот можете посмотреть что у меня получилось я раскатала все тесто получился у меня пласт теста толщиной примерно 3 4 миллиметра размером немножко больше чем нужно я просто лишнее аккуратно обрезала ножом и сейчас у меня 30 на 40 сантиметров из остатков дрожжевого теста тоже можно что-то приготовить сделаю какие-нибудь булочки поскольку это сдобное тесто а на этот пласт теста я буду намазывать маковую начинку и так я практически закончила смазывать маковой начинкой мой пирог использовала я вот такую вот штуку как раз такая же была и у дуду от мозги на который он наносил почти вся начинка кстати у меня ушла толсто намазывать кстати не надо тут такие проплешины сейчас я закрою и буду сворачивать в рулет вот я свернула мой пирог в рулет можете посмотреть видео где дуду от мозгин показывает как он сворачивает в рулет дам вам ссылку на это видео я точно по его методу это сделала я немножко приплюснула его и теперь вот этой штучкой попробую разрезать думаю что это очень как раз удобно точно очень хорошо разрезает и так я разрезала ура теперь я должна положить конечно у меня не так красиво как у дуду теперь мне нужно сделать из этого жгут мне удалось свернуть это в жгут и вот теперь я положу форму дуду от мозгин укладывал форму от английского кекса выложенную пергаментной бумагой я же возьму силиконовую форму и поэтому мне никакой пергаментной бумаги не нужно тесто само жирное там много масла сливочного поэтому и смазывать я не буду вот я свой жгут уложила в силиконовую форму она оказалась короче чем я думала поэтому мне пришлось один конец срезать и поэтому немножко неаккуратно надеюсь что это не отразится на вкусовых качествах теперь я разбила яйцо немножко его взбила вилочкой и надо этим яйцом смазать этот пирог дуду сказал что нужно добавить чуть-чуть молока если мы добавим чуть-чуть молока тогда это яйцо не пригорит и будет все выпекаться как надо так что я сейчас капну сюда молока вот я добавила молока теперь я намажу этот пирог оставшимся яйцом я смажу булочки которые я сделаю из остатков моего пирога полчаса он должен постоять после чего мы будем выпекать пока он будет стоять растаиваться я нагрею духовку до 170 градусов можно даже 160 он сказал и выпекаться будет это 40 минут булочки которые я испекла из остатков теста и начинки конечно сготовились первым и вот они уже готовы и вот одну я уже тут располовенила я должна сказать что вкус бесподобный я честно говоря не ожидала посмотрим как получился пирог а вот и пирог подоспел запах стоит просто бесподобный вот я пирог выложила на тарелочку для первого раза я думаю выглядит неплохо и главное конечно над качеством вида внешнего надо поработать еще это практика конечно зашло очень хорошо и я думаю что к тесту претензий нет вот так выглядит внутри я уже кусочек отщипнула очень вкусный спасибо за просмотр ставьте лайки если было интересно и подписывайтесь если еще не успели до новых встреч